Всем привет! Мы с вами находимся в Суздале. Я побегу как раз в носочках фирмы Питон. Это японский бренд. О них немножко попозже расскажу. Мои я их уже износил. Поносил уже несколько забегов. Один марафон. Чуть попозже я их покажу, достану. А сейчас посмотрим, как они выглядят в пакетике. Предыдущая версия у них идет. Такой же, с поддержкой, с суппортом, так называемый. Идет вот такой крест-накрест. Такие же здесь резиночки, чтобы антискользящие. Ну вот, конечно, смущает пальчики. У кого музыкальные пальцы на ногах и на руках, может не подойти. Ладно, чуть попозже мы тогда посмотрим. Ну вот мои носочки. Питон Рейсер Ирегуляр. Вот что хорошо, мне нравится вот здесь вот поддержка. Прям такое ощущение, что надеты тейпы на ногах. Она хорошо так ногу держит. Ну что, мне нравятся вот эти вот, конечно, пальцы. Они короткие. У меня 28 сантиметров стопа. Пальцы, ну, стопа. Пальцы довольно-таки длинные. И мизинцу не хватает места. Поэтому, я не знаю, надо проверять. Надо смотреть. Все это дело. Еще, что не понравилось, вот эта вот надпись. Питон. Она, видимо, зеленого цвета. Оставляет зеленые цветы после мойки. После стирки. Соответственно, надел я их второй раз на марафон. Один раз я надел их просто так побегать на беговой дорожке, потом на марафон. Натер себе мизинец, потому что он, еще, видимо, ткань была не растянута. Подвернулся. И, соответственно, в этой внутренней стороне мизинец он не натер. Ну, на другой ноге. А потом бегал уже в них другое. Другие дистанции так растянул. Так, чтобы получше сейчас бегать. Но, все равно, чувствуется, его надо еще, как следует, надевать. Чтобы хорошо сидел. Чтобы он не доставлял дискомфорта большого пальцу. Ноги. Давай получше покажем поддержку. Что-то делать не пойму. Ну, вот. Вот это красное, это все поддержка. Она более другая ткань. Более плотная, она, да, как-то и так затягивает. Да, и вот это вот, чтобы от... Антискольжение. Вот, можно посмотреть на этом носке. Ну, вот надпись какая-то зеленого цвета. Вот она, Пиццин. Она как-то превращает его в зеленый носок. Ну, вот, меня больше всего смущает, что пальцы короткие. Лучше, конечно, побольше свободы им было бы. Ну, посмотрим. 42 километра они более-менее выдержали. Посмотрим, как пробегут 110 километров. Потому что у меня была фирма Vibram. Five Fingers. Они у меня сдулись через два забега. Стерлись просто в этом месте. Они слишком тонкая ткань. Это самые плотные. Рейсер регуляр. А, у них, кстати, да, есть же тонкая версия, облегченная, для того, чтобы их не чувствовать, чтобы меньше натирали. И есть вот эти более плотные. Ну, да. Мы выбрали более плотные, как раз, чтобы они, поскольку те стерлись, в надежде, что эти будут более живучие. Так что посмотрим. Завтра время покажут, и я потом попозже расскажу про них, как они выдержали. Все. Все, что смогли. Или нет. Или я сильно тру ноги в хлам. Одно из двух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, пробежал я в этих носочках 110 километров. Куча бродов, куча грязи. Болот. Болот. Ну, на самом деле, гамаш меня не спас совершенно. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Ну, естественно, сверху грязь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, дырек нету. Дырек нету, да. Ноги все отмокшие какие. Вусотка бежали, да? Да. Делали что-то белое, а наши тренили такие пузырей. Так вот, что ты делал, да, носки спасли, нет пузырей. Ну, видишь, попало. Все носки внутри, все грязные. Да, но мозоли-то нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну, спасли же от мозоли. Вот я вижу мозолику. Дырек. Ну, не кровавый, а нормальный. Попало, видимо, туда какой-нибудь песочек, еще что-нибудь. Поэтому... А здесь почему-то... Порезай вот эту? Да. Как-то думал, попал камушек. Не, ну, это внутри как-то, внутренний порез. А, нет, смотри. Где? А, вот тут мозоли есть. Вон, видишь, два пореза. Не вижу. Где? Вон, камеру подними. Ой. За это мы что-то порезали. Нет порезов никаких? Нет, сюда. А, видно ничего. Ой. Так что... Мозоль вот одна. Одна есть. В принципе, носочки отработали, несмотря на то, что они превратились. Не пойми что. Ну, хорошо. Стирается, нормально все будет. Хорошо держали голеносок, нигде не порвались. Ничего. А то, что я там себе заработал, это уже из-за того, что песок попал и все. Хотя я их и визелином смазал, и все. Так что, в принципе, носки годны, да? А, мизинчик удобно было в этот раз? А, вот, насчет мизинчика, конечно, надо брать на размер больше у кого-то ноги, потому что мизинчик кто сгибался, а через 10 километров опять сам разгибался. Я даже не знаю, из-за чего это происходило. Даже не знаю. Ну, в целом, они стоят. Ну, может, не то, чтобы своих денег, но они лучше всех конкурентов. Ну, они лучше, чем в прошлый раз, по-подоге. Нет, вообще, тебе надо еще фотку приложить, как в том году выглядели ноги. Ну, да. Обычных носков для сравнения. Так, ну, хорошо. Все, в принципе, товар годный. Ну, их, конечно, лучше в грязи не бегать, я могу сказать. В грязи вообще лучше ни в чем не бегать. Так. Все. На этом заканчиваю, а то начинаю подмерзать. Так что на этом все. Все. Все, ребят. Всем пока. Всем пока. Пока.